друзья привет с вами канал графин и я владимир сегодня у нас с вами в программе виски томатин почему именно этот виски почему именно сегодня я сейчас вам расскажу пойдемте со мной но не в студию а к моему бочонку вот мы и на месте и так друзья мы расположили с этим прекрасным удобным бочонком который служит мне столом сегодня прекрасная погода лето и почему бы не использовать и нам с вами не пообщаться на улице не в студии скажем закрытой помещении и так почему томатин сегодня у нас за нашим столом потому что буквально три дня назад ко мне приехал мой товарищ из воронежа всем воронеж всем привет александр тебе персонально ну и на правах гостя так сказать я ему дал право выбора напитка он спустился в мой подвал а так как человек он не очень искушенные виски но пошел по названию что знакомо ну понятно чего срегал я вот говорил брать это как бы давай что-нибудь интереснее тем более сам хотел давно томатин поставить он у меня стоял домой пылился можно сказать и уже пора бы ему созреть хотя он уже в новом кузове но тем не менее а так как товарищ слово томат да прочитал по-русски томат можно сказать поэтому как-то более на наш язык это ложится и поэтому он выбрал эту бутылочку мы подняли его наверх с удовольствием приговорили практически пол бутылки бутылка это 0,7 43 процента алкоголя сразу хочу сказать что виски очень замечательные принципе сейчас давайте по подробнее я вам про него и расскажу наливаем буквально чуть-чуть хочу сразу заметить следующую вещь что мы его открыли и налили мой товарищ сразу по привычке хотел так сказать его хапнуть или хряпнуть или выпить да как бы правильно выразиться потому что как я всегда говорю виски надо давать отдохнуть а именно вы хотите вот так закинуть значит вы именно хряпнуть или тяпнуть как водку дешевую поэтому я вот говорил но первый нос мы попробовали нос кстати оказался довольно таки сначала резким таким суховатым но он постоял буквально я товарищу тоже объяснял что вот не спеши вот попробуй аромат сейчас и давай мы дадим отдохнуть буквально 15 минут и через 15 минут это был совсем другой аромат это был совсем другой вкус я даже больше сказал что я никогда не разбаляю виски водой но вот именно для своего друга плеснул чуть-чуть ему там две капли воды на такой объем то есть дал ему еще больше раскрыться и сам для себя кое-что даже открыл в этом напитке но в целом всем он понравился в какой-то степени да поэтому что я вам хочу сказать сразу перейдем к этому напитку я мы про него расскажу цвет у него конечно такого красиво золотистый виски я честно нигде не нашел информации фильтрованы или не фильтрованы поэтому точно я не могу сказать вернее холодной есть холодная фильтрация или нет холодной фильтрации эта информация нигде почему-то как бы не указывается сам этот виски выдержан значит в бурбонных бочках бочка из-под бурбона а тут кстати написано да и финиш у него был в бочках из-под хириса значит порядка тоже 6 по-моему 9 месяцев он выдерживался из-под хириса одним словом виски довольно таки такой светлый но красивый золотистый цвет искажает немножко как-то облачно зашла облачка но наоборот хорошо красный жарко но такие у него ножки одним словом как бы знаете ну интересный такой симпатичный внешний напиток что можно сказать про эту дистиллирию коротко так саму даю ему чуть-чуть подышать если вы обратите внимание даже хоть он был закрытый внутри дня он стоял плотно под крышкой хотя здесь уже много воздуха надышался но все равно пока минуту пусть постоит и я вам расскажу много болтаю но как бы хочется много чего-то рассказать одним словом дистиллирия томатин это практически самая высокогорная можно сказать дистиллирия в шотландии находится на высоте 315 метров над уровнем моря организована она была или создана в 1897 году входит в десятку пожалуй лучших брендов шотландии но очень много кстати именитых медалей кстати здесь на коробке медали тоже по-моему есть да да это вот медали в каких годах были медали здесь шестнадцатый год семнадцатый год чёрт без очков не вижу ну одним словом довольно таки именитые виски очень был популярны в 70-х годах и у них стояло на тот момент они начинали с двух кубов дошли до двадцати трех кубов выгоняли порядка 12 миллионов литров в год затем в 70-х годов этот бомб немножко стал уходить и их все время выкупили японцы которые утилизировали часть оставили по моему там 12 кубов на следующий день и сегодня они льют насколько я знаю то опять же под разным источником от двух до пяти миллионов литров в год по-моему даже чем больше информации я нашел именно два миллиона литров как говорят сами собственники что мы уменьшили количеством зато улучшили качество и так собственно говоря переходим непосредственно к самому напитку потому что как бы уже он известен мне во всяком случае поэтому я хочу с вами поделиться своими своими ощущениями значит аромат аромат как и у всех хайландовский он сладкий да еще забыл сказать что в принципе у них есть своя сладовня солото не сушит на бамбуковых стружках по-моему на бамбуков или буковых стружках но есть часть которую делают и на торфе то есть есть у них и торфяной виски но не скажу сейчас я его не пробовал поэтому не буду про него еще говорить здесь абсолютно нет торфа в принципе может быть легко легко отдаленно напоминает но скорее всего это даже резко хочу его поймать на самом деле первое что здесь обладает это конечно это конечно фрукты даже можно сказать яблоко немножко есть даже груши но есть и сухофрукты знаете такие оттенки сухофруктов здесь при этом все это перебивается таким солдом таким нате можно сказать корочка хлебушка вот корочка узнать вот даже можно сказать вот если больше так говорить кстати он поставил три дня я смотрю здесь аромат еще больше раскрылся осталось чем мягче во первых сразу хочу сказать спиртозность не чувствуется совсем сорок три процента алкоголя здесь его нет вообще замаскирован так что вообще его нет ароматами забит так что и получается как я сказал яблоко груша хлебушек корочка то есть можно знать такую такую свою роду шарлотка тем более еще ванилька дополняет есть да так вы знаете как как такая свежевыпеченная шарлотка плюс здесь есть немножко конечно дубовые ноты но сладость забивает все-таки хересная бочка победила бурбонную хоть он бурбонный пробыл грубо говоря 12 лет а в хересной там девять месяцев да сладость забивает и есть даже чуть-чуть ноты таким ореха наверное чуть-чуть орехового такого даже не чистый орех вот такого орехового масла наверное может быть не знаю как вот как вот знаете паста ореховая такая есть на хлебушек мажется вот как то так одним словом аромат здесь просто прекрасный совершенно нет спиртозности тем более еще постоял вообще отдохнул вообще классно нет спиртозности давайте попробовать его на вкус вкус легкий по-прежнему фрукты немножко сладости во вкусе наверное чуть побольше кстати вот ореха и дуба наверное во вкусе но оттенки сухофруктов тоже есть знаете вот ну как бы метро наговорить потому что я уже буквально три дня назад как бы да с ним хорошо подружился скажу так что очень неплохой напиток цена его колеблется от трех с копейками до четырех с копейками и я скажу так что за три тысячи это очень хороший напиток если поймаете по акции то берите не думайте если за четыре с половиной я бы наверное подумал бы и сам взял бы еще за четыре или нет за три внутри пятьсот может быть максимум то есть это очень неплохой добротный напиток ну как бы знаете ну наверно не хватает ему такого вот какого-то такого более благородства хотя опять же чем сравнить если сравнить 12 летними то кстати очень даже и неплохо и неплохо одним словом я хочу просто если вы заметили приготовил уже сигары раз ружье висеть на стене должен выстрелить поэтому я хочу сейчас перейти к сигаркам про томатильный хочу сказать что довольно добротный неплохой хороший виски я его рекомендую в каждый дом друзья я делаю еще один глоточек большой за вас и хочу продолжить ролик ой какой посевкусие интересное все-таки я вам рекомендую опять же вернусь в очень хороший напиток но я продолжаю его пить я даже себе еще чуть-чуть налить сейчас а для тех кто кому неинтересно сигара могут прекратить смотреть этот ролик а для тех кому интересно сигара я продолжу потому что сейчас мы с вами будем знакомиться с итальянскими сигарами тоскана ну что ж друзья продолжаем общаться с томатином прекрасно замечательные виски единственное что я не не совершенно торфа а хочется чего-то копчености да поэтому мы сегодня мы совместим прекрасный шотландский виски с итальянскими сигарами тоскана история этих сигар очень уникальна ну как всегда знаете в этой жизни все бывает случайно в 1000 в далеком 1815 году во флоренции на табачной фабрике был завезен была большая партия табака ну итальянцы такие же как и мы россияне разглядяем между нами говорят да поэтому мы же тут не согласен это уже отдельная история но тем не менее мы очень близки по духу с итальянцами и вовремя табак не успели загрузить ну под крышу за склад и в этот момент пошел дождь как всегда неожиданно он бывает не только в россии но и в италии бывает неожиданно дождь и партия табака намокла собственнику было очень жалко выбрасывать этот табак они сделали из него закрутили сигары по дешевой цене запустили его в продажу причем пик продаж настолько был верение стали настолько популярны причем людям не столько даже нравилась дешевизна сколько качество то которое получилось и в результате все поняли что вернее что родилась новая идея или новая ситуация когда стали покупать табак и ферментируйте порядком замачивать заквашивать да в пределах 30-50 дней и с 18 года это пошел в тираж вот такая сигара которую мы сегодня видим она стала символом италии также как итальянские видны итальянские сыры и все остальное вот такая выглядит итальянская эта сигарка она вот такая интересная каждая сигара не похожа на себя они все за счет того что здесь один покрывной лист и начинка всего лишь двух частей и он от того ферментации от сушки все имеет немножко такую разную форму что я хочу еще сказать про эту сигару сушит ее тоже на огне тоже немножко за счет дыма и как раз вот дым от дров скажем так от этих все он получается такой вот именно как бы копченый такой вкус то есть ферментация как я искал проходит 30-50 дней потом его сушат и вот такие получаются они вот такие интересные сигары как курит итальянскую сигару конечно есть пиццы которые курят ее целиком отрезают только небольшие кончики тут буквально по чуть-чуть для того чтобы ее всю ну чтобы была лучше тяга да причем за счет того что здесь разный немножко табак по разному ложен каждая сигара играет совсем по-другому и вкус очень здорово меняется но забыл сказать такую вещь что табак поставляется из кентукки американский с южной Америки в основном такой серии сорт табака кентукки не виски кентукки табак кентукки но с 1850 года итальянцы сами стали выращивать себя от этого он еще стал еще интереснее еще насыщеннее еще разнообразнее об этом сказал одним словом итальянцы родили вот такой бренд очень довольно известный в мире сигара сигара Тоскана они бывают в разном исполнении тоже как я сказал более элитные более дорогие у меня обычная оригинальная серия купил ее в Вероне были в Италии зимой на лыжи катались купил там и до сих пор вот она здесь есть здесь кстати указана даже крепость дымность и так далее еще какой нюанс как курить эту сигару как я сказал может целиком но в годы войны с табаком был дефицит и итальянцы что делали не резали пополам резали пополам вот так как сейчас я сделаю просто на двоих примерно так половинка вот так и на двоих но так как я пока один вторая половинка прекрасно будет меня ждать в химидоре а эту половинку спокойненько могу выкурить как говорили итальянцы амизата пополам амизата пополам итак мы ее раскуриваем дальше все идет как у обычной сигары здесь не обязательно обрезать кончик если будет плохотяга можно чуть подрезать ну я уже это у меня по-моему 3-4 пачка именно этих сигар оттуда из Италии они довольно таки как я знаю ведут себя хорошо причем я скажу сразу что половина сигарки вполне достаточно чтобы накуриться потому что вкус у него сейчас уже я уже почувствовал во рту копчености и я скажу так что знаете вот я пробовал эти сигары курить например с айловскими виски например с артбэгом да артбэгом я пробовал пробовал по-моему талискером нет нет я не помню с кем же еще пробовал а славгулином и и и скажу так что знаете торф на торф и немножко даже не чувствуется вкус и виски заглушают и здесь а здесь вот данный момент с первой затяжки чувствуются копченые торфиные ноты и я считаю что как раз вот с этим напитком это прекрасно прекрасно друг друга будет дополнять поэтому друзья что я хочу сказать пейте хорошие виски курите неплохие сигары радуйтесь жизни наслаждайтесь прекрасной погодой любите своих женщин кушайте вкусную еду но и где мы потом еще поговорим кстати у меня очень много вопросов по поводу того чем закусывать да я думаю что надо мне выпустить отдельный ролик и как будут какие типы закусок там под коньяки под виски попробовать это все обыграть одним словом будем пробовать будем дальше сотрудничать буду стараться для вас что-то делать выпускать курить вкусные сигары пить вкусные напитки все делаю для вас друзья мои можно сказать все только для вас делаю этот глоток за вас всем доброго друзья до новых встреч дорогие мои зрители и подписчики благодаря вам я пью вкусные виски курю вот такие сигары все это дело для вас ну и сам от этого балдею поэтому спасибо вам за то что вы у меня есть за вас друзья